Продолжение следует... Добивались того, чтобы он был легкий, не жаркий, чтобы он вообще не грелся. Его не видно будет через тепловизор, который установлен хоть на прицеле снайперском, либо на беспилотнике, либо на дроне. Депутат Госдумы Александр Прокопьев лично убедился в защитных свойствах продукции НТО «Лазер» и подписал договор на приобретение сотни костюмов для разведчиков на 2 миллиона рублей. Сегодня он вместе с командиром и старшиной разведроты прибыл на предприятие, чтобы передать амуницию для алтайских бойцов. Штурмовые мероприятия предусматривают скрытные подходы, поэтому проводились отвлекающие маневры. Но я думаю, с данными костюмами будет намного проще. Сначала было пончо с капюшоном, потом придумали гамаши, чтобы боец не оставлял тепловой след. Сейчас это полный комплект – штаны, верх, перчатки. Пончо можно использовать как палатку или накидку на технику. Также материал хорошо сохраняет тепло и защищает от морозов. Сейчас предприятие разработало летний вариант. В нем будет не так жарко. И что очень важно – материал бесшумный. Действительно, существует расхожее мнение, что русские изобретательны, умны, но свою идею довести до реализации не способны. Как мы видим, способны. И уже сейчас научно-техническое объединение «Лазер» и производит, и передает на свои защитные костюмы нашей армии. И я хочу выразить искреннюю благодарность и авторам изобретения, и тем, кто тестировал эти костюмы. Пока эти костюмы выпускаются небольшими партиями и доставляются на передовую через благотворителей и волонтерские организации. Но предприятие уже получило сертификат Минобороны РФ, что позволит расширить производство до 10 тысяч штук в месяц. А также создать большие накидки на танки и другую технику. На мой взгляд, то, что мы делаем, на самом деле спасает жизни, спасает здоровье и может каким-то образом влиять на результат, к которому мы идем. Ну, то есть непосредственно на результаты своего. Мария Мацеба, Дмитрий Денисов. День с толком.